А может, давай добровольцы не запишутся? О да, какой бы водожник против нас! Старая гвардия держит! Тем более, в нашем возрасте делать такие вещи рискованно. Знаю я этот остров в Кренигах. Самый худший бандитский притон на всем архипелаге. Если Уды Ставну встретить, тебе придется туго. Даже никакие связи с Хуаресом не помогут. Шлепнут и забудут, как звали. О, рад вас видеть снова, сеньор. Что будете? Верный ход мысли себе. А, кажется, это было. А я же уверен, что отверстие на острове сеньор. О, да, да. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну? А тебе разве, брокер, не рассказал, что тут произошло? Ох уж эти дилеры! Лишь бы впарить! Но ты не переживай, Майерс. То, что тут произошло, больше не повторится. Ну, скорее всего, не повторится. Возможно, да волной тут все снесло к чертям собачьим. То ли это цунами было, то ли просто сильный шторм, я, честно говоря, не знаю. Я в тот момент у кузины гостил. Короче, снесло их домину, порт, даже площадку для вертолета. Но вот они и продали остров, потому что на строительство не было денег. Только ты не продавай этот остров, ладно, компадры? Я тебе уверяю, все будет зашибись. Мне так тяжело без работы. Если хочешь, я буду следить за всеми природными явлениями. Спасибо, Майерс. Вот увидишь, мы с тобой превратим это место в настоящую базу. Такую, что ни одна живая душа не проберется. А охрану со временем нужно будет подыскать. А, компадры, с 25 лет. Давненько уже. Десяточек годиков, где-то так. Великолепная семья. Муж бывший военный, жена портниха, и сынок у них просто золото. Я так к ним привык, что со слезами расставался. А к маленькому Хорхе я вообще как к собственному ребенку относился. Давай, Майерс, не будем об этом. Мне больно вспоминать. Конечно же. У меня везде связи налажены, Майерс. Компадры, не волнуйся. Карлос уже обо всем позаботился. Ребята будут с минуты на минуту. А, вон и они. Прибыли красавцы. Видишь, на берегу типов в оранжевых касках. Это и есть наши строители. Ступай, переговори с ними. Дзишима очень хорошо строит. Дзишима и рушит очень хорошо. Дзишима силён, как слона по-там. Гипо-по-таре. Дзишима плохо знать испанский. Здравствуй, хозяина. Как настроение? Настроение хорошо у нас, хозяина. Мне так удобнее общаться со своим напарником, хозяином. Горан хозяина. А моего помощника, дзишима. Мы можем строить всё, что хозяина пожелает. Хотите, дом построим. Мы знаем, да, дзишима. Мы строим уже. Ого-го, да, внука. Дом будет крепкий, стена. Дом будет красивый. Честно, не вру, хозяина. Хорошо хозяина мает. Какая работа, хозяина? А-ха-ха-ха. Так, я строю дом для хозяина. Хотите дом, да? А каски? О, не надо. Каска хорошая, хозяина. А на дом, хозяина, нужно 10 тысяч песок. Материалы дорогие, да. Инструментов пока нету. Но хозяина не пожалеет. Слово даю. Мы построим эксклюзивный дом. Да, джишима? Дорого все стало хозяина. 10 тысяч, а меньше не дом будет, а хижина. Мы building на ветеран. Двойные. Ваши нет. Информация. Он при쁘есь. Он приступит. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Он подошел ко мне в баре и просто предложил денег за то, что я отведу вас в то патио. Я не знал, что вас там будет ждать засада. Да, дело в том, сеньор, что не было никаких мачетера. Просто я хотел, чтобы вы обязательно отправились со мной в патио. Еще хотел срубить немного денег. Да, абсолютно обычный тип. Негр, ничем не примечательный. Никогда его раньше не видел. Да и вообще он попка, я уверен. Работает на хозяина. Я все потратил, мистер Майерс. Ну, практически все. У меня осталось совсем немного. Но я отдам все, что осталось. Честное слово. Вот, забирайте. Девой Марии, вас умоляю, только не убивайте меня. Почти ничего. Слышал только, что одно индейское племя выращивает множество различных сортов кокаина. Некоторыми из них можно отравиться. Да не знаю я. У этих индейцев такие названия и племен, что язык сломаешь. Говорят, где-то на севере остров есть небольшой. Вроде они там. Туда обычно никто не заплывает. Гибло это место. Вот, я могу вам на карте показать, сеньор Майерс. Ну, знаете, сеньор, как-то бывает. Сначала бухнули с мужиками, потом курнули, потом нюхнули, потом по бабам. Катер я еще себе купил, только разбил его сразу же. Обидно, черт возьми. Да, о них никто не знает. Они самоустранились от цивилизации. Придурки, верно? Спасибо, сеньор, спасибо. Я вам этого вовек не забуду. Гарное решение. Таких ублюдков в живых оставлять нельзя. Продолжение следует... 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 этот графин за двадцать песо. И уже отмечал новое удачное приобретение, как обнаружил, что сосуд был сделан лет пять назад. В общем, ничего особенного. Вот так продал я его за семьсот песо. И был рад. Нет. Я же говорю, когда я его увидел, я сам был уверен, что ему лет пятьсот минимум. Сразу же не скажешь, почему у графина такой видок потрепанный. Амига, а почему это тебя так заинтересовало? Хочешь достать что-то особенное и конкурировать с Гомесом Лифана? Ну, есть такой предмет. Статуэтка Чиабисана. Это шаманский артефакт, который наделен огромной силой. С его помощью шаман проводит наиболее сложные ритуалы, потому что в статуэтке содержится сила духов всех стихий. Обычно подобные предметы подразделяются на артефакты огня, воздуха, земли и воды. И только малая часть артефактов может содержать в себе все перечисленные стихии одновременно. Так что статуэтка Чиабисана очень сильный и насыщенный энергией артефакт. Гринго, у тебя солома в голове. Разве стал бы я рассказывать про такой важный артефакт чужому человеку, если б знал, где бы? Я бы его сам лично купил. У кого может быть эта статуэтка, я понятия не имею. Подозреваю, что она должна находиться у индейцев, но их культура постепенно увядает. Я не удивлюсь, если такую ценность уже давно сплавили к какому-нибудь богачу. Ладно, чтобы проверить, насколько ты способный работник, я дам тебе задание пойти к старику Лоренцо и купить у него золотой браслет. Но учти, что старик очень зажиточный и просто так браслет тебе не отдаст. Будет торговаться. Вот поэтому нужно его уверить в том, что стоимость браслета не превышает и ста песо, а золотом там и не пахнет. Понял? Короче, иди работай. А, чуть не забыл, Амига. Учти, я веду дела всерьез. Так что, если ты не достанешь браслет, считай, что задание провалено. Иди работай, Амига. Амига. у вас смотришь ничего не видел ничего не знаю и нет ожоги как большие слушай мне знакомый принес один браслет сказал что он золотой но я вижу что это обычный дешевый трепетель может и это тот самый я могу тебе его продать за 250 пеша ну ладно спорить не буду все равно он мне бесплатно достался а если с ним и правда такая беда я лучше не стану рисковать издалека уже вижу как браслет переливается на солнце я удалось забрать его у старика я по правде сказать в тебя не сильно но у тебя есть способности убеждать людей если старик тебе все-таки отдал такой дорогой браслет за эту работу я заплачу тебе 500 песо ты отлично справился с заданием но пока у меня нет для тебя новой работы плита свободно можешь спокойно ею пользоваться как продвигаются ваши поиски не стал марс что же делать-то спину уж так ломит так ломит что сейчас на две части переломит спасибо сынок ступай с богом сразу видно что ты не местный гринга наши мужики мало того что за своим внешним видом не следят так еще и воняют как грязные боровы чего ж не реально реально взять к примеру владельца местного борделя он постоянно штат расширяет поговорить с ним заведение находится за бензозаправкой возле дороги и да уж гринга нашел у кого спросить я это ваше оружие собрала бы все в кучу и выбросила в океан достали уже перестрелки извини ничем не могу помочь хотя подожди мне знакомый что-то говорил про торговца в нашем городе да точно вспомнила есть один торгаш живет в центре на первом этаже какой дом точно не помню но думаю тебе не составит труда его найти ведь у нас многоэтажные здания на пальцах можно сосчитать и пока гринга Здорово, дружок. Пушка не нужна. У меня выбор хороший. От пистолетов до гранатометов. Под заказ могу и ракету Земля в воздух достать. Не гони, братан. Сержио в пупла не толкает. У кого угодно можешь спросить, тебе скажут. Я, блин, весь остров до зубов вооружил. Да-да. А откуда ты думаешь, у жителей Волыны взялись? Ясен Пин из моего магазина. За каким хреном ты мне сдался, дружок? Я и сам чудесно со всем справляюсь. И не барахло, а скверный ты клиент, дружок. На, смотри. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Д hearing come out Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Опа, а я тебя уже заждался Добавил субтитры DimaTorzok 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 Я не водитель, и при виде ваших дорог Меня это только радует Субтитры DimaTorzok Синьор, помогите! Пожалуйста, помогите! Парамилитарес захватили мою деревню! Ага-а-а! Там мои родственники! Я убежал, а они остались! Простите, синьор! Я просто не знаю, что мне делать! Мою деревню захватили парамилитарес! А я... я... Я как последний трус уплыл! Просим своих родных и односельчан! Ой, Презвятая Дева Мария! Смилуйся над нами несчастными! Синьор! А вы, случайно, не военный? Скажите, что военный! Скажите, что поможете мне! Постарайтесь, синьор! Если все сложится благополучно, мы вас отблагодарим! Вы... вы не пожалеете! На острове, синьор! Примерно в километре отсюда! Может, чуть больше! У вас есть карта? Давайте сюда! Я обозначу его! Так... ага... Вот он! На полумесяц похож! Но будьте осторожны, когда станете приближаться! Если не увидите парамилитарес, это еще не значит, что они не уплыли! Они могут затаиться в домах! Треть! Это вальше! Ага! Здорово! Ты можешь уделить минутку своего времени? Мы с другом затеяли спор. И чтобы его решить, нам нужен человек, который смыслит в ремонте машин. Очень жаль. Продолжение следует... 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 Мы уже сказали своё слово. Делайте, что хотите, но мы остаёмся. Человек, проживший всю свою жизнь на земле, ни за что не покинет её, даже под страхом смерти. Так что, повторяю ещё раз, можете делать с нами что угодно, но мы не уйдём отсюда. Правда, у вас, парамилитарос, только одна мысль в голове. Ага, всё-таки ему удалось. Приношу свои извинения, сеньор. Я просто не ждал, что сюда кто-то посторонний заявится. Не мудрено, что я воспринял за одного из парамилитарис. Они у нас первые гости лет, эдак, за десять. Беда у нас, сеньор. Парамилитарис захватили нашу деревню. Пригрозили, что если мы в течение 12 часов не покинем остров, начнут стрелять. Но мы, сеньор, не уйдём. Если нам суждено умереть, то мы умрём на своей земле. Знали б вы, какой труд был вложен в строительство посёлка. Да-да, сеньор, мы ведь его построили своими собственными руками. В том-то и дело, сеньор. Деревня наша бедная. Денег у нас нет. Разве что посевы. Да ещё деревья, за счёт которых мы живём. Не знаю. Как видно, им просто доставляет удовольствие издеваться над людьми, которые явно слабее их. Кажется, девять или десять человек. Возможно, уже и подкрепление прибыло. Точно не знаю. Так или иначе, сеньор, они вооружены и очень злые. Сеньор, это очень опасно. Спасибо, сеньор. Вы очень благородный человек. Только прошу, будьте осторожны. Если парамилитарис увидит вас, то точно заподозрит что-то неладное. Откроет огонь без лишних разговоров. Огонь! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 А, это ее сын. Хиляк-хилюком. С ним никаких вопросов решить нельзя. Правда, он такой до поры до времени. Когда пушку возьмет сразу смельчак такой, пуляет по всему, что движется. Это у него детские комплексы дают о себе знать. А зачем? Ты же взялся за выполнение задания. Можно подумать, тебе этот чел сильно картину испортит. К тому же можно было и предположить, что бабка не в одиночку своими делами промышляет. У нее же недоброжелатель не хватает, ага. Подумаешь, есть охранник или его нет. Фу, один хрен. Возьми сто пятьдесят песо и не ной. Это какой-то ужас. Человеческий род с каждым поколением приобретает все больше и больше зианов. И кто знает, как будет выглядеть человек через тысячу лет непрерывного засорения атмосферы. Как повлияет превратившаяся в помойку окружающая среда на наши гены. Ты не задавал себе подобных вопросов? А когда начнет волновать, будет слишком поздно. А когда начнет волновать, будет так. Ну, чего тебе надо, гринго? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует...